Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый день. Корректор А.Кулакова Все это направлено на то, чтобы мы как можно раньше выявляли онкологические заболевания. Наверняка вопросом задались, потому что серьезный процент заболеваемости и каков он все-таки в нашем регионе. В прошлом году мы выявили 26 тысяч новых случаев. В 2016 году эта цифра была 25 и 7 тысяч. Рост идет, но здесь заслуга в большей степени онкологической службы, потому что мы активно занимаемся ранней диагностикой онкологических заболеваний, проводим профилактические акции, стремимся выявить опухоли как можно раньше. Минздава России в 2017 году организовал новый порядок помощи онкобольным. Расскажите, что это за порядок и насколько он действителен в Краснодарском крае? Да, действительно, порядок оказания помощи онкологическим больным, 915Н приказ, был несколько видоизменен. И туда были добавлены новые пункты по маршрутизации пациентов. По срокам обследования дооперационного, срокам начала лечения и этапах маршрутизации. Ну, сроки достаточно там сжатые, там серьезные. Да, там достаточно сжатые сроки, серьезные, но для нас это не новость. Мы, в принципе, по этим же правилам работали, просто сейчас они приобрели законодательный характер. В принципе, ничего не изменилось, мы всегда стремились как можно раньше выявлять опухоль и как можно раньше начать лечение. Ну, вот несколько слов буквально об этом порядке. И вот хотя бы сначала, да, каков этот этап лечения? Ну, при подозрении на онкологическое заболевание, любой врач, который установил диагноз подозрения опухоли, должен в течение пяти дней направить пациента на консультацию к онкологу. Врач-онколог в деле осмотра должен осмотреть пациента и организовать, если необходимо, забор биопсийного материала. Биопсийный материал должен в течение пяти-пятнадцати дней, с момента доставки в гистолабораторию быть исследован, установлен диагноз и в ближайшие сроки должно быть начато лечение. Вопрос, знаете, насколько часто врачи, которые не являются онкологами, просто первичного звена, там, может быть, терапевты, выявляют подозрения на онкозаболевание? Вот какие-то врачи? У нас есть такая статистика, в Краснодарском крайне ранние стадии рака, это первая-вторая стадия, составляет 58%. Этот показатель выше, чем средний по России. И связано это с работой онкологов, с просветительской работой, с врачами первичного звена. Есть, конечно, еще над чем работать, мы продолжаем эту работу, но, в принципе, показатель этот должен все время расти. Чем раньше мы будем выявлять опухоли, тем эффективнее будет лечение. Чем меньше, не менее травматичное вмешательство придется переносить пациентам самим. Мы уменьшим страдания самого человека, который... Ну, соответственно, и будет больше вариантов помочь. И помочь, самое главное, эффект. При первой-второй стадии 95% пациентов излечиваются. То есть заболевание не возвращается в течение 5 лет и более. Давайте все-таки развеем, да, я предлагаю развеять нашим зрителям миф, что это страшно неизлечимые заболевания. Давайте все-таки расскажем, что на самом деле есть лечение, есть случаи, да, когда это заболевание запущено, но при своевременном вращении, что это вылечивается. Опухоли существовали всегда. И мы находим при археологических раскопках какие-то останки предыдущих поколений, у которых присутствовали признаки онкологического заболевания, допустим, кости, ну, то, что могло сохраниться. Поэтому раком люди опухолями болели всегда. Сейчас ситуация изменилась, конечно, в худшую сторону, но это в первую очередь связано с особенностями нашего образа жизни, с особенностями питания, с урбанизацией, с огромным количеством техники, гаджетов, которые нас окружают, с вредными привычками. То есть пагубное действие окружающей среды и среды обитания, оно, к сожалению, вот все эти блага возвращаются нам онкологическими заболеваниями. Когда-то онкологические заболевания были приговором. Выявляли их при поздних стадиях. Говорить о каком-то излечении нельзя было. Современных методов лечения разработанных в то время не было. Ни методов обследования, ни методов лечения. И поэтому эти пациенты быстро погибали. Сейчас, благодаря тому, что наука идет вперед, научно-технический прогресс, он во всем, в том числе и в медицине, мы умеем обнаруживать опухоли на ранних стадиях, умеем их лечить высокотехнологичными, скажем так, минимально инвазивными способами, которые дают возможность, с одной стороны, гарантированно вылечить человека, во-вторых, в короткие сроки реабилитировать и вернуть в общество полноценного человека. Да, это самое главное. И возвращаясь к посланию к Федеральному собранию президента Владимира Путина, который сказал, что нужно выстроить четкую систему борьбы с онкозаболеваниями. Как эта служба выстроена у нас, в Краснодарском крае? У нас существует трехуровневая система онкологической службы. В первый уровень входят онкологические кабинеты, их около ста в Краснодарском крае. Второй уровень – это пять онкологических диспансеров. Онкологический диспансер города Краснодара, онкологический диспансер города Сочи, Ейск, Новороссийск, Армавир. Во всех онкологических диспансерах оказывается специализированная онкологическая помощь. И в онкологическом диспансере города Краснодара оказывается еще и высокотехнологичная онкологическая помощь. Также высокотехнологичная онкологическая помощь оказывается в городе Краснодаре в первой краевой больнице, во второй краевой больнице. Какое звено, на ваш взгляд, требует все-таки серьезного подхода? Где у нас упущения бывают? Мы рассматриваем каждый случай запущенности и проводим комиссии специальные, выясняем, в чем причина. Ну и, конечно, онкологическая служба требует усиления. Одним из таких слабых мест в настоящее время является поликлиническое отделение онкологического диспансера. Здание устаревшее и рассчитано на 730 приемов в сутки. Мы принимаем около полутора тысяч в день. Практически в два раза больше. Поэтому сейчас уже заложен фундамент и идет строительство здания регистратуры рядом с вторым корпусом онкологического диспансера, который на какое-то время эту проблему снимет. В ближайшее время будет построен радиологический центр. Сейчас уже проектно-сметная документация прошла проверки, одобрена. И тоже мы большие планы на это строим. Но, конечно, онкологическую службу нужно расширить. И самое важное, это профилактика заболеваний, в том числе и онкозаболеваний. Но я считаю, что это на самом деле самое главное направление в медицине. Как эта профилактика в нашем крае организована? Профилактикой онкологических заболеваний занимается у нас центр профилактики. Естественно, я могу об этом рассказать, если вам интересно. Самое главное – вести здоровый образ жизни, избавиться от вредных привычек, заниматься спортом, поменьше нервничать. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, обязательно нужно заниматься их лечением, потому что многие хронические заболевания при длительном и многолетнем течении могут приводить к злокачественному опухолю. И, конечно, регулярно обследоваться. Мы рекомендуем с возраста 45 лет ежегодное обследование. Даже если человека ничего не беспокоит, обязательно нужно обращаться в поликлинику по месту жителей, проходить полное обследование, обязательно участвовать в диспансеризации. Это поможет опухоль выявить на ранней стадии, поскольку предотвратить развитие опухоли и мы пока не можем. Наша задача – ее выявить как можно раньше и как можно раньше начать специализированное лечение. У нас замечательно зарекомендовали себя онкопатруль, маммологический патруль в крае. Мы этот опыт передаем, транслируем на всю Россию. Действительно, вот эти инструменты действительно помогают в работе? Да, действительно. Мы работаем по этой программе с 2011 года. И за это время уже осмотрено более 370 тысяч жителей Кубани. Выявлено около 3000 онкологических заболеваний среди этих лиц. Чаще всего это заболевания на ранней стадии. Эти люди прошли лечение и благополучно живут. В 2016 году эта работа была реорганизована. Появилось новое направление Кубань против рака, которое включает как бы три позиции. Это первое – разъяснительная просветительская работа среди населения. Просветительская работа, второе – среди врачей первичного звена, увеличение онкологической настороженности. И третье – непосредственно уже консультации врачей-онкологов, которые выезжают во время акции в территории неблагополучные. Осмотр подготовленного населения, которые входят в группу риска. То есть мы сократили немножко. Прийти, конечно, может любой, но мы выделяем группу риска. То есть стараемся осматривать людей, риск возникновения опухоли, у которых значительно выше, чем у других. Это люди старше 50 лет. Это люди, которые по каким-то причинам не обращаются к врачам, игнорировали диспансеризацию, люди с хроническими воспалительными заболеваниями, люди, у родственников которых в анамнезе были онкологические заболевания. И для этих пациентов приезд докторов всегда обязателен и обследование обязательно. Роман Алексеевич, спасибо вам большое за это интервью. Спасибо, что вы к нам пришли. Самое главное – это здоровый образ жизни и своевременная диспансеризация. Я хотел бы всем нашим зрителям пожелать крепкого здоровья, внимательно относиться к своему здоровью, обязательно регулярно обследоваться и вести здоровый образ жизни. Спасибо. Напомню, у нас в гостях был главный внештатный специалист, онколог Министерства здравоохранения Краснодарского края, кандидат медицинских наук, главный врач клинического онкологического диспансера номер один Министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко. Вот таким сегодня было наше мнение. Берегите себя и до встречи на канале Кубань-24. Продолжение следует...